Всех приветствую! Сегодня будем менять ступичный подшипник на Nissan Interstar Прежде всего, перед тем как поддомкрачивать автомобиль, нужно будет сорвать нам центральную гайку Тут головочка на 30 Сняли мы колесо, откручиваем гайку и сбиваем наконечник Наконечник можно послабить молоточком, чтобы он сошел с конуса Что мы уже сделали Идем дальше Нужно нам будет снять суппорт и сбивать уже после шаровых При снятии суппорта нужно немножко вдавить цилиндры, чтобы он потом без препятствия снялся со скобы Можем использовать при этом отвертку Откручиваем два болта головкой 18 Возьми свое, оно там где-то лежит Все, что у меня есть после того как сняли суппорт нужно устроить его где-нибудь удобно на земле чтобы тормозные трубки не были натянуты откручиваем тормозной диск у нас насладочка t30 один болтик и нужно будет его сбить со ступицы откручиваем датчик абс а головочкой на 10 очень часто эти датчики закисают нужно с ними быть предельно аккуратными потихоньку расшевеливать и доставать здесь у нас он пластмассовый будем надеяться что можем его если же со ступицы датчик не достается то нужно искать его соединение на фишке и можно будет его отсоединить и вместе с тупицей же тогда выпрессовывать подшипник у нас датчик достался повезло откручиваем амортизатор лучше всего делать это сверху очень удобно делать это для того чтобы рычаг потом вышел вниз и можно было вывести ступицу откручиваем нижнюю шаровую опору и вытягиваем крепежный болт откручиваем верхнюю шаровую опору после чего нам нужно будет ее сбить принцип такой же как и на наконечнике нужно будет послабить чтобы шаровая сошла с конуса перед тем как сбивать шаровую опору оставьте немножко гаечку на пару веков чтобы рычаг не выстрелил не поднялся вверх не у каждого есть съемник поэтому в принципе можно использовать молоток вот и все шаровая свободно останется нам вывести шрус и с нижней шаровой наверх вытянуть ступицу колеса вот так вот у нас подшипничек люфтит плюс еще и гудит все снимаем стопорное кольцо и будем выпрессовывать подшипник со ступицы сначала выпрессовывается сама ступица и после этого только подшипник сняли мы стопорное кольцо и здесь уж никак не обойтись без гидравлического пресса поэтому самому поменять такой подшипник крайне тяжело лучше обратиться в сервис слову на рено мастер принцип такой же замена подшипника происходит также самых выпрессовываемый подшипник очень часто на этом моменте внутренняя обойма остается на ступице и вот уже как видно до нас срезали ее немножко повредили ступицу чаще всего это происходит сбиваем зубилом либо же послабляем обойму делаем на ней надрез болгар очкой и после этого также самому зубилом она вполне таки хорошо сходит все теперь запрессовываем подшипник новый обратно сначала подшипник запрессовываем поворотный флаг и потом уже ступицу после того как запрессовали подшипник поворотный кулак нужно будет установить не забыть стопорное колечко подшипник у нас на месте теперь устанавливаем стопорное колечко кольцо новое все подшипник сил у нас до упора перед запрессовкой нужно ставить какую-нибудь наставку на внутреннюю обойму собираемся в обратной последовательности не забыл ничего прикрутить проверяем и отдаем машину хозяину если что-то забыл или упустил или у вас есть вопросы пишите обязательно в комментариях кому интересно подобная тематика ремонт автомобилей подписывайтесь на канал всем удачи успехов ну и прислушайтесь моему совету саморемонт не всегда может оказаться полезным приезжайте на сервисный центр над его каждый должен делать свое дело